Чтобы бизнес был успешный, ты должен в нем разбираться. Мне в первую очередь захотелось построить что-то свое, ну что-то типа стритфуда. У меня даже никогда не было бизнес-плана. Если бы я даже вот сюда придя не был бы предпринимателя, честно, я бы, наверное, захотел уже стать предпринимателем. Как минимум ты открыть. Это программа «Работаю на себя», в которой предприниматели по-честному рассказывают, чего им стоило открыть собственный бизнес. И сегодня наш герой Алексей Зацепилин в 2016 году в Краснодаре он открыл кофейню, которая со временем превратилась в сеть. Давайте разбираться, что это за бизнес, а самое главное, сколько на нем можно заработать. Я родился в бедной семье, и когда меня отчислили, выгнали со школы, это было в 16 лет. За двойки или за плохое поведение? За посещаемость. И брат старший психанул, он тогда работал на стройке, он тогда работал прорабом. Он забрал меня к себе на работу, на стройку подсобником. И вот на тот момент у меня случился самый колоссальный карьерный рост. Ну, в кавычках. Я все 7 лет подсобником не отработал. То есть это когда ты работаешь с родственником, когда ты работаешь с братом, к тебе всегда какие-то предвзятые отношения. Потом я с ним окончательно разругался, и я устроился рабочим по комплексному ремонту. За 6 лет, за мое трудолюбие, у меня случился карьерный рост. Уже хороший карьерный рост. Все было стабильно, все было хорошо, я хорошо зарабатывал, классный был, дружный коллектив. Но, к сожалению, из-за кризиса наш отдел начали сокращать с 2015 года. И так как у меня были отложенные деньги, я решил открыть что-то свое. Арендовал земельный участок, вот, и на тот момент все, что я умел делать, это строить. Я, у меня было накоплено к средств где-то 600 тысяч. Да, и я построил своими руками сам павильон. Это была первая кофейня. Не было концепция кофейни, да, потому что я вообще до этого у меня в ресторанном, бизнесе, вообще пить, опыта не было. Мне в первую очередь захотелось построить что-то свое, куда бы я мог вкладывать свою душу, все свои идеи. Ну, я называю это самовыражение. Где бы я мог самовыражаться. Вообще, эта концепция была, ну, что-то типа стритфуда. То есть, в моем понимании, это я хотел продавать плов, бургеры, может быть, даже борщи, честно. То есть, я не понимал, что такое концепция, что такое монобренд. А тогда я ничего не понимал. И тогда у меня было все так, что и кофе, и бургеры, и чуть ли там шаурму не хотел продавать, салаты были и так далее. И это все делал один барист. В каком минусе ты понял, что что-то с бизнесом не то? Когда у меня закончились все деньги, я работал в минус, и у меня нету платить за аренду, за зарплату сотрудникам. И у меня даже были мысли закрыться. Вот. И я понял, что здесь что-то надо делать. И у меня еще один случился такой переворотный момент. Я пришел, поругался с сотрудниками, я их выкнал. Со своей? Да, да, да. Два сотрудника было, я их, ну, мы поругались, и я сам встал за барную стойку и начал всему обучаться сам. Я с помощью интернета, я учился, как правильно помол, делать помол, как правильно взбивать молоко, что такое капучино, чем отличается латте от капучино, да, со всеми любимый вопрос такой. Вот. И я с помощью интернета начал все изучать. И вот здесь более-менее еще в ближайшие полгода я уже начал выходить в ноль. Это как называется сапожник без сапог. Вот у меня ремонт есть в кофейне, да, вот все, что вот вы видите здесь в кофейнике вообще, у меня только один есть проект, где мне дизайнер помогал. Все оставшиеся пять кофейн, да, сейчас вот седьмая только строится, шесть кофейн, из них пять кофейн я придумаю сам. Большой-большой прорыв был, это вот этот проект. Вот, мы его открыли три месяца назад, да, он стал прям таким флагманским. Про нас, честно, не утрирую. Про нас узнали разные города, и Москва, и Петер, и Екатеринбург. И я рискнул, да, когда я все это создавал, примерно приходили разные строители, и они такие, это все так ясно. Бешу, вот было такое, что у меня работают два рабочих, они красят стены на улице, вот, и они плохо покрасили, где-то разводы, где-то неровные линии. Я говорю, что это такое, сделай нормально. А он мне упрекает о том, что, а ты видел, какой у тебя внутри ремонт, типа, и так нормально. Я говорю, слушай, ты не понимаешь, это задумка такая. Мы такую подчеркнули питерскую атмосферу. Вот, ну, я почему начал вообще делать такой концепт? Потому что у меня не было денег больших, и у меня даже были мысли, чтобы сдать в аренду. Либо сдать еще в суп аренду, или поделить посередине перегородку, сделать отдельный вход, ну, сделать маленькую кофейню, и еще сдать что-то в суп аренду. И я понял, что нужно все, что здесь сейчас есть, нужно обыграть. Вот, поэтому вся, которая есть в мебели, это все бэушное, это все из Питера, в которой я выбирал, наявитое целыми днями сидел, визуализировал, какую я хочу мебель, шкафы и так далее. Размер потолковый? Ну, и было тяжело, если честно, я чуть с ума не сошел. Без шуток, без шуток. А, я даже чуть не спился, вот без шуток. Вот здесь концепция поменялась за все это время, когда я строил ремонт за полгода, концепция поменялась раза 3-4, без шуток. Потому что каждый раз я сижу так, точно это, это самое идеальное, включается какой-то перфекционизм, и ты думаешь, а лучше не можно? И когда ты вот так дома сидишь, ты не отдыхаешь, ты ищешь фотографии, ты где-то что-то рисуешь, ты визуализируешь, это сильно мне мешало. Многие не верят в то, что даже там открывая свой бизнес, я до этого не умел готовить кофе. Многие считают, что я работал в Борисе, либо еще что-то. И этот человек вообще владелец сети кофейни, сети? Да, я сначала открыл кофейню, буквально за день до открытия я взял себе в найм Бористо, и он меня обучал. Он мне ставил меню и так далее, то есть я ничего не разбирался. И вот полгода, опять же, это такая ошибка, я всегда говорю, которые там хотят какой-то совет, да, люди, чтобы бизнес работал, да, чтобы процветал, чтобы бизнес был успешный, ты должен в нем разбираться. И вот мой провал был в том, что я открыл бизнес, и я в нем не разбирался. И первые полгода я не хотел в нем разбираться, мне неинтересно было. И вот здесь была большая ошибка. Вот поэтому я работал первые полгода в большой-большой минус. Сколько, наверное, потерял на этой ошибке? Наверное, все, что мог. То есть я терял все выручки. Ну, примерно, знаешь, из разряда сколько цифр? Ну, наверное, в месяц я терял 1050-100. Вот, наверное, из-за своей неопытности. Самый лучший в мире начальник – это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник – это я. Специально для вас, ребята, в помощь предпринимателю с действующими бизнесменами тестируем различные услуги. Сейчас это мой бизнес, бесплатные услуги. Что, вот, какую сумму ты получил? Саша, я часто шучу, да, там, с коллегами, с гостями о том, что мой бизнес, к сожалению, сейчас он больше похож на хобби. Но это не вот этот мой бизнес. Нет, да, мой кофейник. Вот, он больше похож на хобби, потому что у меня даже никогда не было бизнес-плана. Вот, и сейчас я узнал, что именно при поддержке моего бизнеса я могу получить бизнес-план. И причем это все безвозмездно. Я узнавал примерно, там, бизнес-план, который мне необходим, это 50-100-200 тысяч. Здесь я заполнил анкету, и мне его сделают совершенно бесплатно. Здесь могут разработать сайт. В дальнейшем у меня сейчас есть сайт, но он такой, одностраничный, больше для продажи франшизы мы запускаем. А именно такой пикистраничный, кто мы, что, такого у нас сайта нет, и я бы с удовольствием обратился. Они могут разработать логотип. То есть мне не нужен логотип, он у меня уже есть, но если вдруг кому-то нужно, они могут совершенно, опять же, безвозмездно его разработать. Если бы я даже вот сюда придя не был бы предпринимателя, честно, я бы, наверное, захотел уже стать предпринимателем. Как минимум, ИП открыть, здесь же это можно. Да, да, потому что вот это все, что сейчас есть, какой-то нетворкинг, каворкинг, это уже все объединяет. Это классно. Если вы еще думаете, становиться предпринимателем или нет, приходите, как минимум, в центр «Мой бизнес», тут и оформят ИП, и заодно научат вас всяким тонкостям и ловкостям. Когда запускал бизнес, родные, близкие не говорили, Леш, что же ты делаешь? Говорили, знаешь кто? Друзья. Самые лучшие друзья, самые близкие друзья, они меня отговаривали. Сейчас общепит весь занят, это было три года назад, то, что много кофеин, но я тогда им не поверил, я вообще даже не устраивал аналитику, анализ, сколько кофеин, много или нет. Мне, наверное, повезло, что я не провел анализ, я не знал, сколько кофеин в тот момент было. Просто настолько везучек, потому что он действительно кофеин, а вот мы только шли пока к тебе три. Да. Как ты справляешься? Я сравниваю это со спортом. То кто-то на первом месте, а кто-то на последнем. А шансы-то у всех одинаковые. Поэтому тут в первую очередь, наверное, зависит от трудолюбия. У меня, когда я начинал кофейный бизнес, когда я строил первую кофейню, у меня же опыта работы не было. Все, что я умел делать, это ходить, шпаклевать, клеить обои, стелить ламинат. Я построил свою первую кофейню, я влез в этот бизнес. Слушай, подожди, у тебя точно нет богатеньких родителей? Давай вычеркивай. Нет. Через постель бизнес? Нет. Это, наверное, было бы намного проще. Что еще? Не знаю, лотерея, какие-то покровители? Ну, ничего не было, честно, ничего не было. Даже со стороны какой-то поддержки не было. Мама узнала, что я занимаюсь бизнесом только тогда, когда я открывал вторую кофейню. Слушай, ну так рассказываешь, но все-таки сложности, провалы, что рассказывать? Самое сложное было это сотрудниками. Опять же, когда они воровали, когда у меня не было опыта работы, когда первые полгода кофейня существовала, существовало, сотрудники вели себя как хотели, они готовили как хотели, они приходили на работу как хотели. Тяжело найти хороших специалистов и так далее. И вот сейчас даже если на примере взять, сейчас у нас строится новая кофейня, седьмая, и там тоже есть какие-то небольшие сложности от архитектуры. Из-за того, что это помещение, это здание находится памятником архитектуры, там вот честно, там даже чтобы плинтус перекрасить, тебе нужно согласование. То есть она сейчас строится? Да. Можем для нее посмотреть? Да. Да, если бы 8 показал, да. Ну тогда отправляемся. За эти три года на какой доход ты вышел? Ну он постепенно растет, я не могу сказать, какой сейчас, потому что там через месяц он чуть больше, потому что в принципе у нас кофейня там, ну каждые три месяца новая кофейня открывается. Ну пример доход такой, что я могу себе позволить где-то расходы 50 тысяч в месяц и где-то две кофейни открывать за год. Одна кофейня открытия обходится, ну порядка 2-2,5 миллиона. То есть если ты не открываешь кофейню, ты еще плюс 5 миллионов к этим 50 тысяч в месяц можешь себе? Да, где-то так. Ну так как в первую очередь мне сейчас интересно это развитие, поэтому я максимум себе выделяю 50 тысяч рублей в месяц на все остальное это развитие. Что дальше? Какие перспективы? Мы хотим в 2020 году запустить в школу Бориста свой обжарочный цех и выйти на Краснодарский край. Ну собственно вы сами все слышали, можно практически без связи, без опыта, но с огромным желанием запустить собственный бизнес. Пробуйте и вы, открывайте свой бизнес, зарабатывайте удачи. Редактор субтитров А.Семкин